В колледже Подмосковья поднимают престиж рабочих специальностей. Впервые здесь прошел конкурс профмастерства «Прославлю город свой». На этот раз соревновались бывшие выпускники колледжа и настоящие мастера своего дела. Соревнования прошли сразу на четырех площадках. Подробности сейчас расскажу. Совершенству нет предела. И соревнования отличный стимул, особенно в профессиональной сфере. Эту нехитрую истину давно взял на вооружение колледж Подмосковья. Его студенты – неоднократные призеры знаменитого чемпионата WorldSkills. Я горжусь тем, что сегодня именно в моем колледже положим в свое начало конкурс профмастерства, где будут сражаться молодость, амбиции и мудрость и опыт. И не важно, кто победит, я думаю. Важно, что мы с вами вместе. «Прославлю город свой собственный конкурс профмастерства колледжа Подмосковья». Он развернулся впервые и проходил по ключевым специальностям – сварщик, повар, сестринское дело и парикмахер. Четыре площадки, четыре команды конкурсантов. В числе участников состоят наши работодатели, наши выпускники и даже наши коллеги, которые тоже соизволили принять участие, посоревноваться, посмотреть, кто же все-таки сильнейший. Особенно горячо было на площадке поваров. И дело не в пылающих плитах, а в профазарте. Участники должны за час представить четыре вида нарезки. Простое, но весьма показательное задание. Дмитрий Соболев самостоятельно кулинарит уже год. Профессия, говорит, не разочаровался, а потому на работу всегда идет с особым настроением. Все начинается с того, какое настроение изначально, да, у повара. Ведь это искусство, это тот же художник. Я сейчас на данный момент преобладаю в какой-то легкости, поэтому, скорее всего, все в таком же состоянии, да, мои нарезки. А это зона шика и гламура. Над моделями колдуют парикмахеры-стилисты. Задание – представить прическу из длинных волос. Для некоторых конкурсантов участие – это дополнительная тренировка к международным чемпионатам в индустрии красоты. У нас по мировым стандартам время на эту прическу дается час десять. Мы дали участникам, так как они профессионалы, один час. И все-таки это был скорее не конкурс, а многопрофильный мастер-класс. Победителей площадок, конечно, определили. Но условно, эти состязания – дополнительный стимул уже для мастеров своего дела и для тех, кто готов прославить свой город профессиональными победами. Николай Матюнин, Максим Максимов, Наталья Красавина. Новости дня.